Девушки отдыхают Девушки отдыхают Фильм Антонио Падована Девушки отдыхают 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 Нет Нет Что за дерьмо? Девушки отдыхают Девушки отдыхают и испытай свою удачу сегодня. Где он? Где ж я его положил? Сердце этого города. Кесус, не видел мой телефон? Нет. Поможешь найти его, у тебя со зрением хорошо. Ты тоже хорошо видишь. Не надо так, давай помоги. Так-то лучше. Терпение, если это важно, перезвонят. Боже мой, снова. Ну и где же он, ублюдок мелкий? Кесус, помоги мне, а то я с ума сойду. Вот он, где, будь он не ладен. Неизвестный номер. Доставучий ты гад. И что ты знаешь, может это скидка? Она что скидка, блин? Марио, тебе же в супермаркете обещали подарок. Боже мой, блендер, точно. А вдруг это они? Ну как-то они мне звонят. А что, у них телефона нет? Черт, что за невезуха. Однажды в Балаве, когда мне... Извините, расскажешь позже. Подожди, алло. Да, я. Однажды в Балаве, когда мне было... Постой, расскажи мне позже. Пожар? А, нет, 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 послушайте. А, да. Да, но я его практически не знаю. Я знаю, это странно. Простите, можете перезвонить моему отцу? Хорошо, но я... Я никак не могу. Извините, послушайте, я правда не... Вот, до свидания. Кто это был? Не знаю, адвокат. Что он хотел? Мой брат устроил беспорядок, пожар. О, Мадонна, где? Ну, там, где он был. Хотят его в тюрягу за это. Даже не думай. Естественно. Марио, у тебя есть брат? Одно название. Он не мой. Второй сын его несчастного отца. Что мне делать, мама? Не помогать ему? Его проблемы? Ну, а чьи же еще его? Ага. Куда пошел? За мороженкой. Не хочешь? Нет. Тебе купить? Ни за что. Как можно отказываться? Доброе утро. Вишневого мороженого. Извините, закончилось. Что ты, черт возьми, говоришь, Микель? Я только его беру, всегда заказываю. Только его покупаю. Да я пошутил. Я уже поверил. Вкусное мороженое, Марио. Вкусное. Хочешь, скажу кое-что? Почему у вас всегда закрыто в субботу утром? Единственное свободное время, чтобы сделать что-то. А если нет плоскогубцев разводного ключа, втулки, мама, папа, что, ничего не делать? Представь, тебе это нужно. Тоже бы не понравилось. Вечно жалуешься, что у тебя нет денег. Да? Эй, Марио. Что такое? Проснулся. Говорю, а ты меня не слушаешь. Сам с собой. Эй, Марио. Алло, адвокат. Марио Кавальери. Да, я приеду завтра на поезде. А, вот как. Ладно, тогда на автобусе. Хорошо, я узнаю. Можете сказать? Спасибо, сейчас запишу. Запиши, пожалуйста. Что? Давай. Адвокат Пьёвизан. Виа Рома 4. Куда собрался? Город Кватротронки. Весь адрес. Это всё. Хорошо, адвокат. До завтра. Спасибо. Но нафига тебе этот брат? Марио прав. Брату нужно помогать. Заткнись, Хесус. Мама, он один. У него ничего нет. А твой отец? Ну, папа, ведь всегда был такой. Что бы я ни делал, они всегда пытаются выяснить, откуда у меня это всё. Но я уже устал им намекать. Бэтвиннер. Секрет, который тебе стоит узнать. Ты точно уверен? Да нет, мама. Ты собрала мне чемодан? Да, положила две футболки, носки и шерстяной свитер, потому что там холодно. Слушай, я же вернусь вечером. Я знаю, но никогда не знаешь. Может, прольёшь что-то на себя, а что тогда? Ладно, я пошёл, а то опоздаю на автобус. Пока. Пока, мам. Пока. Там, вон, коровы. Эти белые, это коровы или овцы? Мне кажется, бурёнки. Бурёнки? Бурёнки. Значит, коровы. Спасибо. Пожалуйста. Куда едете? В Равиго. Я в квадратронке. Знаете где? В Равиго. В Равиго. Скажем, у него проблемы с интеграцией. В Равиго общество. И ещё он оказал сопротивление при аресте. Он что, дрался? Да, до последнего. Затем он произнёс оскорбление в адрес сотрудников полиции, к сожалению, в адрес Бога. У него с головой не в порядке? Есть немного. Ну и что же нам делать? В общем, надо удовлетворить иск от соседа в связи с пожаром. Затем нужно позаботиться о брате и убедиться, чтобы он не натворил ещё чего. Его мать умерла, с отцом связь разорвана, в итоге остались только вы. Почему бы вам не взять его к себе на время? В Рим? Да. Нет. Как же я смогу? Дело в том, что если не будет опекуна, муниципалитет передаст дело дальше. Извините. Это принудительное лечение. Знаете, что это такое? Нет. Если никто не возьмёт на себя ответственность, брата придётся положить в клинику. Да. Если повезёт, он попадёт в Брусколоте, реабилитационный центр этого района. Из этой психиатрической клиники выходить нельзя. Но это хорошее место? Хорошее место? Да, я бы сказал, что да. Хотите посмотреть? Брусколоте. Брусколоте. Хорошо, можем его поучить. Хорошо. Но не сразу, потому что из района Фонтанола мы в данное время не берём. Господин Кавальери. Господин Кавальери. Извините, называет господином, имея хозяйственный магаз. У меня магазин, у меня хозяйственный магазин. Да. У меня хозяйственный магаз. Это займёт несколько дней. Несколько дней пройдёт быстро. Адвокат, который говорит, что я не могу остановиться, у меня есть магазин, у меня есть магазин. Других решений нет. Да, есть одно. Прекрасная Светлана. Светлана, точно. Она ухаживала за несколькими пожилыми людьми в этом районе и даже генерале Каналодцу. Очень твёрдый орешек. Но она его быстро расколола. Каня на скаку остановит. Она займётся братом? Конечно. Звоню ей. Кавальери, извините. Не могли бы вы дверью ещё хлопнуть? Кажется, не закрылось. Конечно. Хорошо. Слушайте, аккуратно с вашим братом. Я не хочу, чтобы он нервничал. Конечно. Я серьёзно. Да, я тоже. Дарьо, здравствуй. Привет. Как ты вырос? Я свободен? Да, и можешь поблагодарить брата. Он приехал из Рима специально, чтобы тебе помочь. Я и твой брат вместе решили отвезти тебя в хорошее место, где тебе будет прекрасно. Там есть курсы гончарного дела, садоводство. О, ещё баскетбольная площадка. И ещё у них командная работа. Командная работа? Да. Давай тебя туда засадим, макака. Командная работа. Куда ты? Домой. Может, будет лучше, если поеду с ним домой, там посмотрим. Да. Охренеть, что здесь за место? Помочь? Нет. Вообще-то, хорошее место. Деревенские просторы. Чудесная, Италия. Ну, на севере не про всё можно сказать, а тут красиво. У тебя даже куры есть? Куда это? В дом. Туда. Светлана. Я Марио. Друг адвокатов Ювизан. Верно. Насчёт брата. Я хотел... Нет, всё хорошо. Нет, я просто хотел сказать, что я здесь. Приехал. И я хотел попросить не опаздывать, потому что у меня автобус. Нет-нет, без напрягов. Ладно, увидимся позже. Когда вода закипит, 6 минут. А там накрыто? Ну, сними. Спасибо. Охренеть, как вкусно. Они твои? Вообще-то, куриная. Я сказал тебе, 6 минут. Извини. Очень их любишь? Открывай. Да? Добрый вечер. А где инвалид? Что вы говорите? Он не инвалид. Просто нужен присмотр. Следите за словами. Заходите. Смотри, Дарьо. Это Светлана. Светлана, это Дарьо. Добрый вечер. Подожди. Куда собрался? Сначала нужно поговорить о пожаре. И твоем психозе. Нахрен. Нихрена. Теперь поговорим. Обсудим все. Послушай, я не знаю, кто ты. Не знаю, чего тебе надо. Не знаю, по закону ли это. Но единственное, чего нихрена не стоит делать, доставать меня. Я сейчас позвоню. Сейчас вернусь. Спокойно. Не выражайся. Это мой дом. Не знаю, поняла ли ты. Я все понимаю. Где чистящие средства? Вон там. Но я уже прибрался. На совесть. На совесть, да? Уверен. Все хорошо. Да, спокоен. Мы все организовали, договорились. Очень красивое место. Там даже баскетбольная площадка есть. Но нет, послушай. Пожар этот в деревне был. Что? Нет, телевидение выше. Нажимай, пока не выключится. Нет, конечно, я выезжаю. Скоро выхожу и приеду. К половине двенадцатого, если не опоздает. Нет, ты с ума сошла. Поужинаю дома. Что приготовишь? Хорошо. Оставишь в духовке. А что случилось? Откройте, этот засранец меня запер. Светлана. Откройте. Светлана, подожди. Подожди, я открою. Она застряла. Тоже толкай. Кошмар, какой ужас. Этот сумасшедший опасен маньяк-психопат. Светлана, успокойся. Я убираюсь отсюда нахрен. Этого больше не повторится. Больше не повторится? Он запер меня там, грубиян. Я поехала к себе домой. Поехала домой. Но моему брату нужна помощь. Ну вот, еще, помоги себе сам. Светлана. Грубияны. Светлана. Я уверен, он это не специально. Ты с ума сошел запирать людей в кладовке? Сама виновата. О чем ты говоришь? Открой дверь, пожалуйста. Я работаю. Пока. Счастливого пути. Безобразие. Господин адвокат, это Марио Кавальери. К сожалению, не очень хорошо. Ничего серьезного. Но, Светлана... Да, она приходила, но ушла. Не поняли друг друга. Но я не могу, господин адвокат. Я уже говорил. Но у меня же магазин. Мама в Риме. Ну, как я могу? Привет, мам. Нет, хорошо. Тут проблемка небольшая. Нет, мне нужно переночевать здесь. У меня даже пижамы нет. Ты ее положила? Получи бонус до 25 тысяч рублей в букмекерской компании Бэтвинер. Ищи Бэтвинер в интернете и испытай свою удачу сегодня. Приветствуем. С вами выпуск новостей. Доброе утро. Доброе утро. 45 тысяч. Это предложение... Запрос из Венеции. У вас есть вишневое мороженое? Вон там. Встреча с группой друзей. Я сам возьму. Патриарх Венеции. Из Средневековья. Я видел вашего любимого мужчину, сеньора. Адамо, выбери программу, пожалуйста. Да, понял я. Вечно ты это просишь. Я всегда прошу, но ты никогда не слушаешь. И как обычно, я вместе... Теннис нормально? Нормально, только не переключай. Тогда смотрим теннис. Ты брат Лунатика. Кого? Кавальерия, сына Луиза. Мы его называем Лунатиком. И почему? Почему? Всегда о Луне болтает. О Луне? И еще он бешеный. Не меняй. Ладно, ладно, расслабься. Приехал из-за пожара? Да. Но... Мы с ним такие себе братья. Никогда не виделись. Потому что я из Рима. Когда-то были времен. Смотри на Бесегату. Идем посмотрим. Что случилось? Машину купил. Бесегату? Какой ты богач. Похоже на Феррари. Привет. Привет. Кофе? Ага. Добрый день. Извините, но кажется, вы мне напоминаете кого-то. Моего брата Дарьо. Ваш брат? Мы не часто видимся, но мы братья. Нет, но мы его тоже не очень-то видим. Значит, хорошо его знаете. Он дружил с моим братом. Приходил в гости, когда мы были маленькими. Спасибо. Ну да. Он единственный, кто не шутил надо мной. По-доброму. Да, я его не знаю, но кажется, он добрый. Характер немного... А, ну это у него позже. Идем. Извините. Нет, я заплачу. Да, спасибо. Карлотта. Марио. Пока. Пока. Пойдем. Привет, ребята. Добрый вечер. Ты тут? О, привет. Все хорошо? Ага. Прикупил продуктов. Хорошо. Какого хрена ты все еще здесь? Я передумал. Останусь тут, пока ты не поедешь в брусколоте. Я не поеду в брусколоте. Делай, что хочешь. В маминой комнате есть свободная кровать. Есть немного чистая одежда. Ну... Моей, не моей матери. Повезло. Спасибо. Значит так, я купил картошки. Сегодня вечером приготовлю аппетитную запеченную курицу а-ля Марио с картошечкой. Единственное, курицу тебе придется убить. Я как подумаю... Какого хрена ты несешь? Курицы мне нужны живыми. Они яйца несут. Извини, я не знал. У тебя ружье есть? Этот папа. И, кстати, если ты еще не знал, курицам шею сворачивают. А папа в кого стрелял? Он купил его для охоты, а потом ни разу не использовал. Странно. Папа же всегда доводил дело до конца. У тебя есть телевизор? Нет. У тебя есть телевизор? КОНЕЦ Девушки отдыхают Если тебе что-то нужно, я могу помочь? Тебе помочь? Нет Хорошо, без проблем И если что-то вспомнишь, можешь спросить, ладно? Ладно, хорошо, не буду мешать работать Пока Есть водительские права? Да, что? Когда тебе вернут права? Никогда Езжай прямо Что в основном выращивают в этих краях? Не знаю Знаешь, что мы с тобой можем сделать? Заехать, поесть в какой-нибудь ресторан Здесь их тьма Иди, ешь, если хочешь Помнишь ресторан, куда мы ходили на день рождения папы? Что думаешь? До вчерашнего дня мы виделись всего один раз Хороший ресторан, да? Нет Ну как нет? Да ладно Мы веселились, играли Там даже качели были Здесь тоже поезжай прямо Да Конечно, жаль, что папа так и не пришел тогда У него были дела Он всех нас пригласил на обед и не пришел У него были дела Дела, конечно Должно быть очень важные дела А как? Ну, конечно Хорошо, хотя бы мы с тобой встретились Что мы ищем? Клапан Диаметром 25 миллиметров Вот Идеальный выбор Нержавеющая сталь выдержит любые нагрузки Мы такой продаем в хозяйственном, но в два раза дороже Жалоб не было 25? 25 Доброе утро Доброе Вам помочь? Нет Да, да, да Эти же хорошие, не сломаются? Хорошего качества, но я бы не рекомендовал Рекомендую вот этот, из пластика Намного эффективнее Но пластиковый, я не уверен Ладно, ладно, мы поняли Не стоило с ним говорить, он крыса Извини, я не признал Он крыса Я понял Слушай Пластик или сталь? Сталь Я доверяю тебе Идем Я уже немного проголодался, а ты? Бежим Почему бежим? Бежим Я не побегу Беги быстрее, бежим Ну что он тебе сделал? Ну что он тебе сделал? А это кто? Шпион Шпион? Да Посмотри Какие эти два подонка Посмотри на них Сволочи А кто их подослал? Ах, не знаю Вполне возможно даже американцы Они способны на все Уже какое-то время следят за мной Ублётки Дарьо Можешь просить меня что угодно, только не бегать Потому что я завязал Был спортсменом Только потом кое-что случилось Небольшая проблемка Теперь этого не переношу Притормози Нет, я хочу поговорить об этом Нет, тормози 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 Если курица не твоя, можно ее съесть, или ты против? Вкусно, да? Да. Крылышки ешь? Да, ем. Если хочешь, бери. Давай. Нет, мы разделим. По-братски. Как настоящие братья. Ладно, но... Ешь ты, я буду только рад. Ты с папой общаешься? Иногда. 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 И... Нет. Ну, знаешь, как это бывает? Нет, как? Ну... Он же такой всегда на своей волне. В каком смысле? В каком смысле? Ну, к примеру, сейчас вот. Он к тебе не приехал. Он в Америке. Он в Америке. Как он мог приехать? А, ну, конечно, точно. Я какую-то ерунду сказал. Ну, ладно. Зато я приехал. Хотел, чтобы он приехал, а не я. Так, пойдем. Хочу тебе кое-что показать. Что? Но ты должен поклясться, что никому не скажешь. Клянусь, никому не скажу. Нельзя никому рассказывать. Что это? Технологии. Что это? Подводная лодка? Это аэрокосмический аппарат. Ракета. Космический корабль. Идем. А зачем тебе? Я собираюсь на Луну. На Луну? Именно, да. Поэтому думаешь, что за тобой шпионет? Совершенно верно. Видишь? Лишь поверхностное повреждение. Хорошо, сохранился. Потому что надежная конструкция. Ага. Правда, хочешь полететь на Луну на этом бойлерном котле? Слушай, это система моего собственного изобретения. И топливо тоже мое изобретение. Идем. Вот тут, смотри. Я использую кислород и водород, содержащийся в тумане. Я их сжимаю, конденсирую и... Бум! Ракета взлетает. И ты долетишь до Луны? Конечно. А именно в это место. Знаешь Луну? Немного. Здесь. У моря спокойствие. Знаешь, что такое море спокойствие? На тумане? Ну да. Энергия везде. Только бери, да пользуйся. А потом что ты сделаешь? Останешься там? Там? Нет, я вернусь. Это намного проще. Атмосферы там нет. Курс очень простой. Но знаешь, в чем беда? Суметь оторваться от этой дерьмовой планеты. Вот в чем проблема. Сколько времени ты строил эту рухлядь? 34 года. Почти 35 лет делал сами. Это не рухлядь. Ну да. Думаешь, я сумасшедший? Нет, нет. Даже и мысли не было. Но, Дарьо, луна далековато. Это правда. 34 года. Но в тот раз что случилось? Что произошло? Я допустил ошибку в системе охлаждения. Предполагалось, что будет минус 250 градусов, но ни хрена не было. Не рассчитал. Если бы я был поосторожнее, я бы уже был там, и ты бы не приехал. И русской тут не было. И даже этого засранца адвоката. Дарьо. Слушай, ты в брусколоте, у тебя ничего не выйдет. Ты поедешь в брусколоте, и я полечу на Луну. Понятно? Точно понятно. Аппарат продолжает свой полет от планеты Земля. Космонавты продолжают регулировку спускаемого двигателя. Если не ошибаемся, сейчас они примерно в 2700 метрах над поверхностью. С земли до лунного грунта. В ночь, когда первый человек высадился на Луне, знаешь, с кем я был? С кем? С папой. Так как у нас не было телевизора, он повел меня к ческинке. Это наши соседи, жили у набережной. Те еще засранцы, но у них был телевизор. Наступил самый важный момент. Продолжается спуск, расстояние в 20 футов. Все в порядке. Нам сообщают с базы Хьюстон. Все хорошо. 5,5 футов. 2 метра. Помедленнее. Еще раз. Говорят, земли. Прилунился. Ура! Ура! Так было красиво. Сколько тебе было лет? 6. Но я все помню. Пахло арбузом. Луна была в небе, а тем временем по телевизору. Показывали людей, которые по ней ходили. Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. Но потом ческин напился и поругался с папой. Потому что он хотел денег, и нам пришлось бежать. Он всем был должен. О чем ты говоришь? Я убью тебя, вор! Иди сюда! Я убью тебя! Не обращай на него внимания, Дарьо. Если бы всем заправляли такие мужланы, мы бы никогда не полетели на Луну. Они животные. Знаешь разницу между людьми и животными? Мечты. Мы, люди, можем смотреть в будущее, потому что у нас есть мечты. А животные думают только о том, чтобы насытиться и выживать каждый день. А мы всегда можем стремиться к своей мечте. Ты прав. Это папа так сказал. Однажды утром я проснулся, и папа уехал в Рим. И с того дня я его не видел. Никогда. А теперь уходи. Мне надо продолжать работу. ПОТАЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, конечно А когда вернется? Ладно, не важно Нет, нет, ничего Спасибо, до свидания То, что странно, это да А так он хороший парень, мухи не обидят Может он посидит у себя дома Есть какая-то возможность его не сажать Но мы уже утвердили ему программу Курсы керамики, баскетбол, да не знаю Вот, кстати, об этом Я-то Дарьо немного знаю И говорю вам, что баскетбол, керамика, это всё не... Возможно, просто ничего не делать Не знаю, сейчас уже... Есть способ Какой? Но если его сосед заберёт заявление То и городской совет от него отстанет Хотите, мы ему позвоним? Это мой клиент, инженер Бесагато Отличный малый Скорее же звоним ему Никогда не знаешь, вдруг Здравствуйте, вас беспокоит сеньор Повезан Да-да, всё прекрасно, спасибо Слушайте, у меня есть для вас предложение Что скажете про заявление на кавальере? Отзовём его? Слушайте, там ерунда Но так как касается нас То если вы его заберёте Я обещаю вам позвонить вдове кавальяра И сказать ей готовить платину Прекрасно, я сам ей позвоню До свидания Передавайте привет, Жене Спасибо ещё раз Спасибо, спасибо Ну, всё сказал, что подумает Спасибо Господин адвокат А если мой брат в это время учудит что-нибудь Что будет? А то, что он отправится прямиком за решётку И я не шучу Хотите всё отменить? Нет Какие-то проблемы? Вы хорошо меня разглядели? Я... это не мой брат Мы похожи, но это не он Простите Зачем его преследуете? Я не понимаю Зато я понимаю На днях вы ехали за мной по улице Приняв меня за него Вчера вы были в торговом центре А теперь здесь А очков у вас не было Вы поменялись Слушайте, я вас не знаю И мы работаем в агентстве недвижимости Да, мы были в торговом центре Покупали там замок для двери Вон там чек есть Нет, спасибо Не нужно, я понял Это я ошибся Извините Такое совпадение, сами понимаете До свидания Ты куда? Это ты куда на моей машине? Я в город ездил, а ты? Мне нужен был материал Ты куда-то делся Так что я сам все делаю Но там же 10 километров 12 Можно в машину? Конечно Спасибо Ты постоянно работаешь И тебя ничем не отвлечь Даже немного Чем отвлекать? Я же даже не в тюрьме Да, и хорошо Но Почему бы тебе не занять себя тем Что тебе нравится? Возьмем еще одну курицу Нет Поедем на море Ты море любишь? Нет В Венецию В гробу я ее На победу Делай свой выбор Бэтвинер Ну ладно Давай погуляем Или Рубанемся в карты В шашки Должно же быть что-то Эй, я тут на Луну собираюсь Если ты не понял Нет у меня времени на шашки Слушай Поищи мне 18-х болтов Да Алло, господин Адвокат Добрый день Отлично Прекрасно То есть извинится и все? Да Да, вполне сойдет Хорошо Да Замечательно Спасибо Хорошо Я передам Да, да, да Конечно Вы только скиньте мне адрес И Да, хорошо Да, я его уговорю Хером, а не извинения Дарио, ну ты же с полевым полем И что теперь? Когда человек сжигает чье-то поле Нужно извиниться Ведь это хороший тон Если ты не извинишься Тебя упрячут в брусколотте Так и останешься там Но главное Там ты не построишь ракету Никакой Луны, Дарио Это же просто Мы приедем туда И ты скажешь Простите, господин инженер Это вышло случайно Я не хотел сжигать ваше поле И потом мы уедем Доверься мне Простите меня, господин инженер Это вышло случайно Я не хотел сжигать ваше поле Ну ладно Ступай с миром Тем более ты прощен Отрадно видеть всех в согласии Да бросьте Это всего лишь поле Знаете, что говорил мой отец Есть три способа саморазрушения Самые быстрые игры Самые красивые Прости, Карлота Проститутки Самое надежное Сельское хозяйство Вы всегда были Мудрый господин инженер Настоящий миланец А как же По просеку? Ну конечно есть Да и привкусный Не то что ваша римская Туалетная жижа Мне не надо Тебе не надо А ты чем занимаешься? Сельским хозяйством Да, я хочу Удобрять землю, но Хочу выращивать Экологически Чистую спаржу Вообще мы ее уже посадили Но потом Это была твоя спаржа? Мне бесконечно жаль Прости меня А вот и оно Уже открытое Но газ держит прекрасно Наш просеку А хотите правду? На том поле все равно Ничего не росло Это неправда? Нет, нет, нет Это неправда Я просто зря удобрения Насыпала Да, это уже не важно, Карлота Все равно не нужна нам была Эта спаржа Главное, чтобы ты Вот что попробовала Вот так Ну что, выпьем? Спасибо Я не согласен За встречу Ура Делать Или не делать Не пробовать Да, смогу Да неважно, сможешь или нет На работе у меня все прекрасно К чему нам спаржа? А, да? А чем вы занимаетесь? Пластиком Но пластиком качественным Ни этой азиатской дрянью Черт из чего сделанной Не обманывайте себя А какие именно почвы Все-таки подходят Для выращивания спаржа? Та, которая не впитывает Много влаги На самом деле Нужен песок, если Опять вы со своей спаржей Детка, я куплю ее тебе в лавке Дайте ей сказать, пожалуйста Что, прости? Я сказал Дайте ей сказать Ее спаржа Куда интереснее Чем твой пластик Вонючий Пардон Может, еще поглотку? Нет, спасибо Ты послушай его Ладно, думаю, нам пора Да, согласен Дела пойдут в гору Да, да До свидания Пакета, придурок Видеть тебя больше не хочу В этом не сомневайтесь Не увидите Большое спасибо за просека Я чуть позже еще позвоню Спасибо Обязательно было его бесить Какого хрена? Ты совсем что ли? Какого черта ты наделал? Да хватит Хватит уже Ты куда? Мороженого поесть Уже нельзя? Слушай, прошу Верни мне деньги И мы квиты 50 на 50 Исключено Нет, ты должна мне денег Нет, ты уже заплатил Нет, минутку Заплатил, главное Я пришел посмотреть с телевизора Это абсурд Нет, дорогой мой Ты пришел, выпил Теперь плати Раз он не работает Я платить не стану, извините Дай мне мои деньги Вернешь или нет И тогда мы квиты Ты должна мне 5,50 Он еще и сэндвич съел То нет с луком Ну-ка, уйдите Меня от тебя дошнит Да удари мне противен У меня дома полный холодильник Не нужны мне ваши сэндвичи Адамо Иди домой Телевизор смотри, ясно? Знаешь, я больше сюда не ногой Ты аферистка Сейчас я поставлю тебя на место Я позвоню в полицию И заявлю на тебя Звони, коль захотелось Ты мошенница Звони в полицию Сейчас позвоню Позвоню, вот увидишь Шрубку выбила А есть у тебя? Закрывай Закрывай Да хватит уже щелкать Вот она Мы используем первоначальные материалы И смотрим, что вышло Ну что, ты теперь доволен? Теперь-то да Правда, не на нашей стороне Мороженое за наш счет Какое? Тебе и твоему брату Хочешь попробовать? Мы решили отправиться на Луну Этими словами Праздник уже здесь Ты не мог бы переключить назад? На канала кулинарии? Нет, где про Луну было Пожалуйста Они стоят один возле другого И перед ними панель управления С кучей рычагов, переключателей Скорость 5 метров в секунду Скорость начала постепенно снижаться Когда шаттл стал приближаться к поверхности Луны Видишь, вот я о чем тебе вчера говорил Море спокойствия Высадка на Луну И потом наступила очень волнительная минута Минута, когда Армстронг сказал слова, навсегда оставшиеся с нами Это маленький шаг Это маленький шаг для человека И огромный скачок для всего человечества И так и было Так и было Желание создавать, делать что-то Именно оно дало толчок к совершению данного подвига И не только к нему Да не были они никогда на Луне Это видео в Голливуде сняли После войны Италия была полна надежд на светлое будущее Этих надежд была полна и Америка, и весь остальной мир Поэтому всех людей на Земле охватила всеобщая радость Горбин, ты ни во что не веришь, потому что ни хрена не понимаешь Брось Все же знают, что это была постановка Сначала выучись, а потом говори Выучиться? Хорошая идея Сказал тот, кто поехал учиться в Паудио А потом вернулся домой в смирительной рубашке Стой, нет, перестань, перестань Я тебя бошку оторву Дарио Идем домой Тебе повезло, Горбин, тебе повезло Ты просто псих Психушка по тебе плачет, придурок Кретин Неадекватный И не попадайся мне больше Дарио, нельзя так себя вести Понимаешь, ты согласен? Скажи же что-нибудь А почему я должен тебе отвечать? Кто тебе это сказал? Почему мне постоянно надо с тобой говорить? Я могу узнать, что ты делал в Падуе? Я изучал там ракетостроение А потом? А потом меня все выбесили, ясно? Открой 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 эту дверь, надо поговорить Какой же ты дебил Если ребята из бара вызовут полицию, тебя закроют и выкинут ключи И так как ты хотел накосячить, а ты явно хотел То это заявление уже не заберут И что теперь? Я лечу на Луну Там эти заявления ничего не значат Дарио Ты никогда не полетишь на Луну Это невозможно Ты не НАСА, ты человек Че ты несешь? В НАСА тоже люди работают, нет? Да, но их много Слушай, ты мне и нужен Можешь идти, возвращайся домой Проваливай, отстань от меня Мне есть о ком подумать, давай Да ты совсем с катушек съехал Ты вбил себе в голову нечто немыслимое И это все поняли Даже те идиоты из бара Только ты не понимаешь Ты никогда этого не добьешься Как это жалко Как это жалко слышать Ты никогда этого не добьешься Это то, что постоянно твердили отцу Каждый раз, когда он пытался что-то сделать И правильно делали, что говорили Потому что он изобретал всякую хрень Холодильник на солнечных батареях Хрень Брал деньги сначала твоей матери, потом моей И чего ради? Ради хрени Велосипед без педалей Хрень А потом он бросил нас на дороге, как щенков Сплошная хрень, Дарью Хрень, как и вот это Сразу видно, в кого ты пошел Сейчас я возьму тебя за яйца и верну домой Выслушай меня Ну а как, по-твоему? Почему не приехал он, а приехал я? Ни черта тебя не зная Он в Америке Да в какой Америке? В какой Америке? В Верчелли этот говнюк Ну да В Верчелли Да, Верчелли Да, Верчелли Дать адрес Я прекрасно его знаю Потому что я разгребал всю почту, штрафы, повестки И все, что не приходило Это неправда Так ты не веришь Тогда я тебе покажу Поехали Сядем в машину и съездим Согласен? Давай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Через 500 метров на развязке четвертый съезд И свернить на улицу освободительной войны Вияли Дикадути Да, слушаю Да, это я Да Ну, конечно, да Я давно уже жду Слушай, адрес же у вас есть уже? Это он Все верно, да Только в обеде на перерыв давайте А то мама не застанет Да А можно я скажу кое-что? Там прям центрифужная сила? Нет-нет, я понимаю, что одно и то же Ну, разумеется, подарок же Спасибо 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 огромное Спасибо Пока Ты смотри Блендер выиграли Семья кавальерия Что, звони? Ты чего? Я же говорил, что это просто однофамильцы Однофамильцы, потому что не отвечают Что это за дебилизм? День добрый Добрый Это он Нет, это не он И все же он Ребята, как жизнь? Что вы задумали? А что бы ты хотел? Я все так же работаю в магазине у мамы А он только что вышел из тюрьмы Но ты это и так знаешь Да, знаю И мне очень жаль Мы хотели приехать, но у нас тут беда Да и ехать восемь часов, если без пробок Пять Мы только что приехали Вы уверены? Видать, развязки какие-то новые сделали Вот как все меняется Брось, тебе на это плевать И пробок никаких нет Чего, перестань Я бы приехал просто Умберто, извини, ты забыл, что у нас дела есть Какие дела? Избавиться от нас как можно скорее Нет, нет Ну, зачем ты так? Нет Это, кстати, сирена Я очень рад, что вы встретились Это Иларио Мой сын и... Ваш брат Отрадно видеть всех вас в сборе Дарьо думал, что ты в Америке, представляешь? В Америке? Ладно, идите в дом, идите Потом я вам все объясню Потом объясню все, идите Идем, котенок Мне очень жаль, ребята По жизни ты порой допускаешь ошибки И очень серьезные, так что... Потом приходится оставлять все в прошлом Это неизбежно Ты оказываешься в ловушке Однажды вы и сами это поймете Вот Ну да Ладно Пока, пап Пойдем Знаешь, возможно, я однажды взлечу на Луну Наша для собственной работы Я использую пар Кислород Водород Через охлаждение Пар – прекрасная идея, но... Будь осторожен и не поранься Запомнил? Получи бонус до 25 тысяч рублей в букмекерской компании Бэт Виннер Ищи Бэт Виннер в интернете и испытай свою удачу сегодня Да ладно, плюнь ты на него Он всегда таким был Знаешь, что он сделал однажды? Я был хорошим бегуном Участвовал в соревнованиях 100-метровка, 200-метровка Я был очень сильным Тренер вписал меня на торги Куинто Мама была в магазине, поэтому пришлось тащить туда отца Он все равно не работал, так что время у него было Мы поехали на автобусе на 32-м Ты пробил билет, пап? Да, да, конечно И вот в день региональных стартов Заходит контролер А у нас нет билетов, мы их не пробили Отец говорит Прикиньте, глухонемы Глухонемы не платят, да? Я попробовал, тот вроде даже поверил И потом клаксон как заорет Я дернулся и штраф Он нас высаживает И прощайте региональные старты Отец еще и разозлился, что я дернулся Отвези меня в бруску лоте А как же Луна? Куда ты хочешь, чтобы я поехал? Привет, мам Я отвезу его и сяду на автобус Нет, нет, ты меня не жди, не надо Я и сам себе поесть найду Не надо мне ничего готовить Я сам в холодильнике гляну Да нет, я не грустный Я перезвоню Пошли прочь Прочь, прочь, я сказал Какого черта он делает? Что ты творишь? Они должны уйти Должны начать новую жизнь Здесь их больше нечем кормить Идем Итак, здесь вы отказываетесь от претензий Просто поставьте подпись здесь Смотрите Что это значит? Отказ от претензий Вы не знаете, что это? Спокойно, подпиши, Дарьо Подпиши Давай Ручка Ручка Мне просто интересно Кавальери Но в ночь инцидента Что вы пытались сделать? Да так, ничего На луну хотел слетать Погependем Лучше СМИ СМИ Ты точная копия своего отца. Он тоже подобным страдал. А вы знаете, чем я отличаюсь от своего отца? И чем же? Тем, что я действительно взлечу на луну. Да. Ну, ладно. Итак, у меня другой пациент. Положите ручку. Я передумал. Кавальери, поверьте. Лучше, если вы немного побудете у нас. Нет, я сейчас поеду домой. Я сказал нет. Дарио, спокойно. Сидите спокойно. А вы не смейте ничего подписывать. Дарио, Дарио, пусть подпишет. Убери руку. Нет, нет, нет. Санитары. Дарио, успокойся, Дарио. Помогите. Спокойно, Дарио, перестань. Отстаньте. Вы делаете мне больно. Отвалите, сукины дети. Сволочи. Сволочи. Пустите меня, сукины дети. Пустите. Пустите. Мама, смотри, там овцы. Да. Такие красивые. Да, очень красивые. Буренки. Это были буренки. Слушай, мама, у него звонок из Рима. Почему мне нельзя такой поставить? Он взрослый дядя, а ты нет. Да, слушаю. А, да, Тареса, как вы? Как это сбежал? Как это возможно? А как же санитары? Те, большие. Да чтоб тебя. Да я уже уехал. Я в автобусе. Нет, нет, вы правильно все сделали, да? Что я могу вам сказать? Ну, может, он вернется. До свидания, до свидания. Он никогда ни над кем не издевался. Никогда. Даже когда был маленьким. Иногда мы вместе ходили в школу. И как-то раз мы постарше схватили его и заперли в подсобке. Так, шутки ради. Но он выбрался оттуда уж не знаю как. Потом, как выбрался, он украл у меня сумку. И вышвырнул ее во двор у всех на глазах. И смеется. И ты бы видел, как. Впрочем, я это заслужил. Какую черту произошло? Сейчас посмотрим спокойно. Разрешите, можно? Простите. Извините, я могу с ним поговорить? С тем сумасшедшим? Слушайте, он вооружен. Я его брат, он меня послушает. Поговорите с бригадиром. Простите, а вы кто? Слушайте, я знаю его. Он прекрасный человек. Мы с детства знакомы. Он мухи не обидит. Скажи ему. Сеньора, успокойтесь, и мы все обсудим. Я спокойна. Послушайте, я его брат. Можно к нему на минуту? Нет, мне жаль. Я сюда из Рима ехал. Понимаю, но это опасно. Слушайте, я его адвокат. Разрешите нам пройти? Я сказал нет. У вас есть ордер? Это частная территория. У него в руках ружье. Он может выстрелить. Это пока еще неизвестно. Я могу посмотреть ваш ордер, да или нет? Позвольте нам делать нашу работу. Ордер, покажите. Что вы делаете? Куда вы? Стойте! Вы что делаете? Дарьо. Дарьо, открой. Дарьо. Дарьо, скорее. Дарьо. Что ты здесь делаешь? Я помогу тебе. Захаре. Быстро. Да. Что ты делаешь? Отправляюсь. Сейчас? Да. Ракета уже установлена. Готова к запуску. Через 10 минут я буду готов сам. Ты же подорвешься. Нет. Но ведь добром это не кончится. Ты же умрешь. Я не умру. Нет, умрешь. И именно теперь, когда мы узнали друг друга. Оглянись вокруг, что ты видишь. Все это... Это моя жизнь. Вот это и это. Смотри. Во всех этих схемах. Я нарисовал их в 12 лет. Вот этот приемник я сделал в 25. А модуль, который стоит на улице, я изобрел в 34. На воплощение ушло 3 года. И я гарантирую тебе, что для чего-то таких размеров никаких документов не существует. Вот она. Вот она моя жизнь. И другой у меня нет. Я решил посвятить себя этому. А теперь мне нужно, чтобы ты помог мне. Ты же мой брат, верно? Кавальери! Выходи наружу, и чтобы без глупостей! Ты слышишь, Кавальери? Ладно, что мне делать? Пока мне нужно, чтобы ты увел их как можно дальше отсюда. На 5 минут. И как я это сделаю? Нет, 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 я с тобой не могу. У меня мама, магазин. Как я полечу? Да не надо лететь, дурачина. Просто отвлеки их. И как же? Надень на себя костюм и прикинь со мной. Да они не поверят. Поверят, если хорошо справишься. Мы же похожи. Я... Пожалуйста. Дай сюда эту штуку. Эй! Всем разойтись, недоумки! Застегнешь? Теперь что? Так. Придумай что-нибудь. Что угодно. Будет достаточно, если ты отвлечешь их всего на 5 минут. 5 минут — это много. Я могу успеть и за 3. Слышишь? Ну, всё. Дарю. Что? Хорошей дороги. Ты справишься. Где-то, что-нибудь ведь затянулось в 19. Ты что, сдаёшься? Гляньте, как мы укомплектованы. Десять. А теперь слушай меня. Девять. Подними руки на уровне лица. Восемь. Молодец. Семь. Шесть. Сейчас мы медленно к тебе подойдём. Стой спокойно. Пять. Тихо. Четыре. Вот так. Три. Два. А теперь медленно подойди к нам. Ноль. Так никто не пострадает. Какого хрена? КОНЕЦ. 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 Подними стекло. Быстро. А ты какого чёрта здесь оказался? Где твой брат? Где твой брат? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА